Часть Б. Раздел 1. Правило 6. Безопасная скорость Текст правила 6 и его значение по отношению к остальным правилам не оставляет сомнения в том, что соблюдение безопасной скорости является обязательным требованием при всех условиях видимости. Во-вторых, каждое судно должно всегда следовать с безопасной скоростью. Для поддержания безопасной скорости требуется непрерывная оценка внешней обстановки в районе плавания, что достигается непрерывным наблюдением. В резолюциях ИМА, касающихся несения вахтенной службы, указано, что вахтенный помощник должен принимать во внимание, что главный двигатель находится в его распоряжении и что в случае необходимости он должен без колебаний прибегать к его использованию. Однако, если это возможно, следует своевременно предупреждать вахтенного механика о том, что возможно изменение скорости. Правило 6 содержит 12 факторов, которые следует учитывать при определении безопасной скорости. При этом 6 из них касаются всех судов, а 6 дополнительных для тех, которые оборудованы радиолокатором. При выборе безопасной скорости следующие факторы должны быть в числе тех, которые надлежит учитывать всем судам. 1. Состояние видимости. 2. Плотность движения, включая скопление рыболовных или любых других судов. 3. Маневренные возможности судна и особенно расстояние, необходимое для полной остановки судна и поворотливо судна в преобладающих условиях. 4. Ночью наличие фона освещения как от береговых огней, так и от рассеяния света собственных огней. 5. Состояние ветра, моря и течения и близость навигационных опасностей. 6. Соотношение между осадкой и имеющимися глубинами. 7. Фактор состояния видимости является наиболее важным. 8. Он обязывает судно с механическим двигателем в условиях ограниченной видимости иметь машины в готовности к немедленному маневру. 9. Судоводители должны знать маневренные характеристики своего судна. 10. Маневренные возможности судна должны приниматься во внимание с учетом преобладающих условий. 11. Фактор осадки необходимо учитывать при плавании в условиях ограниченного пространства, где маневрирование судна небезопасно из-за наличия поблизости мелководия или вследствие воздействия гидродинамических явлений, например, присасывания судов, проседания и другого, влияние которых в основном может быть ослаблено только уменьшением скорости. При выборе безопасной скорости суда, использующие радиолокатор, должны дополнительно учитывать следующие факторы. 1. Характеристики эффективности ограничения радиолокационного оборудования. 2. Любые ограничения, накладываемые используемой радиолокационной шкалой дальности. 3. Влияние на радиолокационное обнаружение состояния моря и метеорологических факторов, а также других источников помех. 4. Возможность того, что радиолокатор может не обнаружить на достаточном расстоянии малые суда, лед и другие плавающие объекты. 5. Количество, местоположение и перемещение судов, обнаруженных радиолокатором. 6. Более точную оценку видимости, которая может быть получена при радиолокационном измерении расстояния до судов или других объектов, находящихся поблизости. 7. Даже наиболее эффективное радиолокационное оборудование нельзя рассматривать как заменяющее полностью глаза судоводителя. 8. Радиолокатор может не обнаружить небольшие цели изменения курса другими судами. 9. При определении места судна или оценке опасности столкновения более вероятны ошибки в радиолокационном пеленговании, чем при визуальном. 10. Эффективность радиолокационного оборудования зависит от компетентности наблюдателя. 11. Изредка бросаемые на экран радиолокатора взгляды едва ли могут считаться профессиональным его использованием. 12. На многих морских акваториях с интенсивным движением судов местными правилами устанавливается предельная скорость прохождения этого района. 13. Таким акваториям, как правило, относятся портовые воды и подходы к ним, акватории, на которых регулируется движение судов. 14. Продолжение следует... 15. Продолжение следует... 15. Продолжение следует...